Получил очередную посылку с Алиэкспресс, шла рекордная, самую последнюю заказал, сейчас еще осталось 7, вот эта была заказана самая последняя, за две недели она пришла, получила новую почту, новая почта всегда, она берет такие посылки, пришли такие вот моторы, заказал я для дрона квадрокоптера 7-дюймового, потом решил поменять, у меня на 5-дюймовом сейчас стоят 2507, перемотанные по звезде, вот они пришли в таких вот коробочках простеньких, 2207, а у меня стоят на 5-дюймовом 2507, перемотанные на 1080p они были, столько, я их перемотал по звезде на 1450 где-то или 475, ну в общем около тысячи, около 1500, на скажем 1400 или 85 или 75, так что тут, я не помню, по калькулятору надо смотреть, что-то у меня получилось, ну в общем и стоят они на 5-дюймовом, 5-дюймовый довольно-таки тяжеловатый получился, он без аккумулятора вместе с экшн-камерой, но с экшн-камерой не в защитном боксе, а непосредственно закрепленный на раме, вместе с экшн-камерой, получается 520 грамм, 520, а без камеры 460, тяжеловат он конечно, вот, а плюс он, они у меня летают, он вернее летает у меня на литий-ионках 4С, ну в принципе я особо не, его еще не испытывал, потому что оставил это на чуть потом, когда буду вне города, в городе только проверил удержание, взлет, посадка, удержание, пришлось менять прошивку, такой она 611 на седьмую стабильную, уже последнюю, вот и с ней все проблемы закончились, как говорится, которые были с шестой прошивкой, вон у меня полетник Motec, плюс там регуляторы на каждый мотор отдельно, Motec 405 SE, хороший полетник, это снял я его с раздавленного мною 9 дюймов, 9-10 дюймов, там винты у меня шли, в корпусе, в пластиковом корпусе в цельном от 7x8, вот в черном, я в предыдущих видео рассказывал, я решил собрать из остатков того дрона, что остались после трагедии, собрать квадрокоптер на раме, до этого я на раме не собирал, я собирал в корпусах, в корпусе гораздо удобнее собирать, ну и как-то проблем меньше, не надо закрывать барометр губкой, не надо изолировать, лаком вскрывать, ну хотя можно в принципе, но не обязательно вскрывать детали лаком, которые находятся в корпусе, все мозги закрыты корпусом, защищены от влаги, от ветра, ну то есть удобно, и корпуса они как правило жестче, редко разбиваются, только они подвергаются механическому разрешению под колесами как правило, так если цепляются где-то на ветках, падают в траву, на землю, да даже, ну на асфальт конечно, когда падает туда, то разбивается на асфальте, но это очень редко бывает, потому что в городе практически с ними не лета, вот у меня еще осталось два корпуса практически, у меня целых новых корпусов на Boeing Toys, корпуса Boeing Toys X16, но там тоже у меня сборка на Motec, практически одинаковая, ну идентичная, то еще была в 7, только что моторы разные и регуляторы не 20 амперники, а стоят 30 амперные регуляторы, вот и моторы тоже 22-12, но деджаевские, хорошие моторы, ну в общем заказал я эти моторы, сначала я его заказал на 7 дюймовый дрон, который уже заказана рама, приемник, идет также GPS-модуль, вот новый уже, у меня M8 GPS-модуль, а там M10 идет, 100 даже там, вот, посмотрим как он работает, ну взял дешевый, ну думал так, дерьмо, зашел в YouTube, посмотрел отзывы, там вообще шикарнейший GPS-модуль, он с компасом, мне он и нужен по дайнап, ну в общем я взял эти моторы уже в самый последний момент, потому что я думал, что еще поставлю 22-12 перемотанный по звезде на 7 дюймовый, вот на 1500 квм, вот, а потом думал, да, не буду перематывать, возьму, попробую заводские на 1750, на 1800, ну вот зал на 1750, а потом что-то в голову мне ударило, поставить их на 5 дюймовый, оттуда поставить на 7 дюймовый, но пока еще окончательно не решился, что буду с ними делать, ну вот посмотрим, какие тут у нас моторы, так, гаечка и болтики, не знаю, мне кажется, будет коротковат, но посмотрю, пока не буду, надо будет померить, сейчас померяем, вот, такой моторчик, вот такой, вот и моторчик, недорогой, я тем более по акции взял, вот моторчик наш, Майденчина, 1750 квм, 2207, санфан, или сунфун, тут, тут люфта нет, все отлично, тут стоит клипса, вот, перематывать я его не собираюсь, вот, поэтому он и так нормальный, потому что не все, что перемотано, мне нравится, особенно вот эти 2507, что-то только не, мне кажется, не меньше жрет, чем до перемотки были, надо было до перемотки их проверить, вот, так, ну, посмотрим, еще пока не летали толком, вот здесь, здесь такая скобочка даже есть, отжимает провода, чтобы они не цеплялись за колокол, ну, в принципе, вот, на 5, ага, тут даже можно под гайку винты, или нет, или это просто он полный, можно разобрать, будет потом посмотреть, здесь, я вот смотрю, что здесь провод довольно-таки, довольно-таки толстый, 0,3 миллиметра, мне кажется, на две жилы, фаза обмутана двумя двужильным проводом, и где-то порядка, ну, не буду точно говорить, это надо все считать, смотреть, ну, что тут так вот, судя по толщине провода, здесь не больше девяти витков на зуб, ну, в общем, он такой вот, ну, что, серенький, не броски, ну, некоторые любят яркие, чтобы были, чтобы бросались глаза, там, какие-то малиновые, голубые, перламутровые, вот, мне главное, что он крутил хорошо, работал долго, и жрал немного, посмотрим, вот, вот, я думаю, сейчас, покажу, вот, у меня на 5-дюймовом, стояли первоначально, 22-12 перемотанные, вот, сейчас, стоят вот эти, если я их заменю, вот, видите, насколько он меньше, получается, но здесь крутящий момент выше, выше, сильнее крутит, вот, ну, из оборотов здесь, конечно, около 1500 кВ, то есть тут 1500 кВ, он немножко у меня люфтит, вот оно, тут, ну, на работе, тут нет, тут нет, и тут вот есть, здесь, хотя здесь стоит, может быть, колокол, колоколами надо поменять, может быть, ну, это вот, 2А, они, ну, хотя работает тихо, нормально, не слышно ничего, в общем, пока не знаю, или меняю, или это ставлю на 7-дюймовый, или это ставлю на 5-дюймовый, если на 5-дюймовый, то я сюда ставлю и весь стек полностью, который я заказал, амнибаз F4V3S+, и на нем буду собирать 5-дюймовый, а эту всю конструкцию, которая у меня здесь, вместе с этим GPS, я на 7-й, на дальнолет, долголет поставлю, ну, в общем, вот так вот, пока такие новости, будем ждать остальные, должен прийти стек, должен прийти приемник, и должен прийти еще GPS модуль, потом будем собирать.